Это попытка моя рассказать о встрече с Курюхиным, о том, как меняется понимание его деятельности на протяжении последних лет. И немного послушаем музыки Сергея Курюхиной, посмотрим фрагменты видео. Вот, наверное, говорить о том, что я прочитаю лекцию о жизненных путях творчества Курюхина, наверное, это было бы, с моей стороны, слишком самонадеянно. Я начну с того, что с Сергеем Курюхином мы познакомились осенью 1982 года, и встреча этой предшествовала. Прочувствовали такие мифологические рассказы о Курюхине, которые, прежде всего, доносились до меня через Виктора Ивановича Мельникова, преподаватель студии Москвы Речи, который говорил мне в начале 80-х, что есть необыкновенный дежурный музыкант в квартете Вапирова, который играет ногами на баяне, он виртуоз, и в то же время вот он в страшные потери публики. Я слышал самые разнолечебные о Курюхине рассказы, но так как в Москве выступлений не было, только в Москве были какие-то такие воспаления, придумки. И в 1982 году я отправился в Ленинград, как обычно, в командировку. И в это же время в Ленинграде случился тритик Артемий Троицкий, который порекомендовал Курюхину, что надо меня найти. Курюхин сделал это, позвонил той даме, у которой я обычно останавливался в Ленинграде. Мы встретились с достаточно необычными ленинградцами вместе. Наверное, все подожди, что это был Сайгон, так вот нет, это был не Сайгон. Мы встречались обычно представители ленинградской богемы с пришлыми приезжими в мире между собой. А это был кафетерий на Крупе Грузского музея. Сейчас его уже нет. Я вспомню, это итальянская. В общем, такой был кафетерий, стоячок. Ситячим местом не предполагалось. Столы. Кофе подавался в граненых стаканах. Но в то же время было достаточно тикое, спокойное место. И Сергей навстречу пришел не один, а вместе со своим другом Сергеем Бугаевом. Африкой, о котором я тогда только что-то слышал, но никогда не видел, как это было. И они произвели на меня очень сильное впечатление. Вы представьте, я все-таки был советским инженером. Несмотря на то, что я носил длинные волосы, город выиграл при джаз на саксофоне, но в то же время я был вписан в советскую жизнь, так или иначе. Планировки есть, писал отчеты, делал какие-то эксперименты в лаборатории. Я встретился с людьми совершенно другого мира, которые говорили как бы не всерьез, шутя, устало. И я просто не понимал целеполагания в их деятельности. Я не понимал, зачем они это говорят, что это подразумевает. Я понимал, что они как-то подшучивают, смеются, но становиться на их сторону и говорить о том же ключе я не мог. Потому что мне было непонятен значительной степени их мотивации и все эти вещи. Кулёхин выглядел человеком, так далеко слова не было, сейчас оно появилось, но поймем вообще бомжа. Он был в пальто размера на два больше, чем следовало, без головного упора, хотя это был поздний ноябрь, довольно холодный и бритый. И говорил как бы негде, устало, грустно, как бы все это было неинтересно и вообще не понимал, зачем он пришел. Но тем не менее мы договорились почти сразу же встретиться и сыграть вместе концерт, импровизированный. Честно говоря, я уже не помню сейчас, произошло ли это именно в том варианте или нет, потому что на концерт он позвал как раз вместе выступить втроем вместе с Сергеем Гаевым, Африкой, который здесь сейчас присутствует. Я несколько удивился, но я говорю, а на чем же Сергей будет играть? Он сказал, ну вообще он играет на трампоне, но в последнее время он этим трампоном так бил от крышки моего рояля, что он совершенно разбил, расплющил этот трампон, а он теперь не играет. Ну, придумает на чем-нибудь другом. Например, так немножко странно было. Сам Сергей Бугаев сказал, что он может и не прийти, потому что он находится сейчас в психиатрической лечебнице и проходит такое как бы медицинское тестирование на предмет службы в армии. В общем, он изобрел какую-то фантастическую ракету, которая должна лететь в Америку, чтобы поражать важные цели. Но вот в психиатрической клинике этому не верят и хотят вас препятствовать ему в службе в добре с наградом Советской Армии. Такого плана как бы была заставка. На самом деле концерт состоялся, но произошел он в другом трио. Я играл вместе с Курехином где-то в доме культуры Занинский. И играл вместе с трио-сексофонистом Владимиром Болучевским. Болучевский – это довольно важная фигура в жизни Курехина. Дело в том, что на протяжении всего того периода, что я был знаком с Курехином, у него появлялись такие любимцы. Правила – люди, уделявшиеся каким-то чертами из общей массы. Это были люди, которым Курехин мог чем-то завидовать или на чем он мог иронизировать, смеяться. На протяжении ряда лет такими людьми были Сергей Бугаев, я, Владимир Болучевский, Юрий Каспарян. И я практически уверен, что в конце жизни Курехина для него таким персонажем был Дуги. Совершенно уверен, что это была игра. Но на протяжении какого-то периода такие же отношения у Курехина были со мной. Он всячески старался меня продвигать, привлекать. Через какое-то время этот интерес пугас и сменился интересом Юрия Каспаряна, например. Он меня превосходил. Ну, та характеристика, которую, наверное, в то время, когда я познакомился с Курехином, которая мог как-то описать таких людей, это был, наверное, такой идиотизм. Он считал, что верх идиотизма – это некое такое высшее достоинство, которое выделяет человека из общей массы. Идиотизмом, видимо, отличался. Получевский, секс-технист, может быть, и я, Юрий Каспарян. В общем, такие любимцы у Курехина бывали на протяжении, по крайней мере, 80-90-х лет. Не могу сказать о более раннем периоде, потому что я просто с Курехиной до 82-го года не был знаком. Ну, вот состоялось наше первое выступление, и я практически почти ничего не помню о нем. Я даже не помню, поругались ли мы после него или нет. Как правило, начиная с декабря 82-го года и до 85-го года, каждое наше совместное выступление с Курехином заканчивалось скандалом. Мы ругали друг друга нехорошими словами, обменяли во всех смертных грехах, и клялись друг другу, что больше никогда, никогда вместе, на одной сцене мы никогда не будем снять. Конфликт этот закончился у нас в 86-м году, когда совершенно внезапно, после какой-то довольно серьезной ссоры на концерте, ко мне обратился Нижегородский культуртрейгер, организатор местной музыкальной новаторской жизни, Геннадий Сахаров. Геннадий Сахаров приехал в Москву, приехал в гости к музыкальному критику Татьяне Диденко, и Татьяна Диденко обратилась ко мне с просьбой приехать. Дело в том, что Сахаров пришел пригласить Курехина выступить соло в Сиреновске, а Грекин отказался, сказал, что без меня он, без Лето он играть не будет. Так как, кто такой Сергей Лето, мне было известно, когда ни имени, ни имени, ни имени не слышал, он поинтересовался, действительно ли такой человек есть, и кто он. Вот мне пришлось подъехать, встретиться с ним, переговорить. И там, в 1986 году, в Сиреновске, мы играли в гордом институте, и между нами произошло такое, как бы, формальное примирение. То есть там Курехин написал мне на кусочки картона из-под сахара ракинада что-то типа программы, что делает он в рамках концерта, что синхронно с этим он ожидает от меня. Вот как бы такая партитура. На самом деле, такие вещи Курехин делал очень редко. Как правило, он музыкантам объяснял слова, что будет происходить, и очень часто менял такие вещи. На самом деле, в этой попытке написать программу для нас, программу такую достаточно радикальную, там совершенно не совпадающие стили игры, типы музыкального поведения, контрастирующие между тем, что перечислялись, в этом свидетельство, как бы, для меня является очень яркий такой свидетельство, что Курехин к этому времени совершенно вышел за рамки того понимания бреджаза и свободной импровизации британской школы, которому на словах все мы тогдашние артисты, бреджазмены и свободные импровизаторы и тяготели. А появление вот такой программы, которая как бы навязывает партнёры конкретное стильное поведение, не ословленное ни на спонтанности, ни на сиюминутости такого высказывания, ни на каком-то безумном поведении. Вполне определенное выполнение программы было, например, очень непривычно. Но в то же время это было понятно. И начиная приблизительно с этого выступления в марте 1986 года, между нами уже практически больше ссор в жизни реально не было. Просто больше никогда не ссорились, не обзывались. И Кулик стал очень широко с этого времени привлекательным ко всем своим краям. Ну а что было до этого? Значит, первое выступление, которое мне всё-таки запомнилось, состоялось в декабре 1982 года на Большой Москвой в доме архитекторов, в Ленинградском доме архитекторов. И в нём принимало участие как бы два музыкальных квартира. Привезённые мной музыканты из Москвы, и квартир Курёхина. Они были очень пёстрые. Это не традиционный двойной квартир, два катробаса, две трубы, два саксофона, два барабанщика. А, да, квартиры совершенно аллогичные. В моём квартире играла композита Светлана Голыбина, такая неформальная ученица Джона Кейджа. И композита, познакомившая меня с Офикой Майдулиной. Очень интересный, яркий композит, живущий в Москве до сих пор. Валентина Кончарова, скрипачка, в то время учившаяся в аспирантурии в Ленинградской консерватории. Вот сейчас она живёт в Эстонии, выпускает и нью-эйджевые, и киски. Михаил Жуков, барабанщик впоследствии, это человек, который вел меня на сцену. Помните, я говорил о нём в первой лекции, был на первой лекции «История свободной импровизации Советской России». Михаил Жуков, ученик того самого Великого Ружасного Лукина, который он уже назывался первым музыкантом, который был неважным, обедовавшим свободной импровизацией и приезжать в нашей стране. Михаил Жуков впоследствии принимал участие вместе с Сергеем Кулаевым Бахликой в группе «Рамагонов» в Лукимоне. В общем, это моя четвёртая была такая спонтанная, а со стороны Сергея было два гитариста. Один электрогитарист, а другой музыкант играл на гитаре, акустической гитаре. Представьте, подключённая электрогитара и неподключённая акустическая вместе, это некоторый звуковой нонсенс. Одного из музыкантов было не слышно, но он не расстраивался. Он как-то сидел грустно в углу и спокойно что-то такое наигрывал. На электрогитаре играл Борис Леменщиков, на неподключенной акустической гитаре и торцовой. Вот такое первое появление этих людей. Двойного квартета или актида. Происходило это на выступлении ленинградских поэтов. Если не ошибаюсь, там был Аркадий Дрогомощенко, Виктор Кривулин. Ну, другие, может быть, кто-то не сочинить из известных мне поэтов, но Кривулин и Дрогомощенко я помню совершенно точно, что они читали. Может быть, Страна Топска будет ошибиться. Ну, такой зал был переполнен. В общем, со стороны музыкантов это была полная натальная импровизация. Брюхин и Светлана Голыбина сталкивали друг друга из гранина. Я выбегаю, подсказуемся, чуть не упал. Это вызвало огромную радость. Я чуть не шлепался вместе с аксофоном. Брюхин тоже пробовал играть на аксофоне. Рядом он подпрыгивал. Что подчас сильно ударило его по зубам. Это было первое появление, что-то такое некий проукрас. Вообще, в начале 80-х познаменовалось у Сергея Гриффина созданием оркестра. Такого импровизационного оркестра, который состоял, как бы был сформирован не по принципу формально понимаемой музыкальности, не по инструментам, а по известным людям. Какие люди играли инструментами, это было не так важно. Поэтому в оркестре Гриффина могло быть шесть бас-гитар, пять или пять гитар, один саксофон, один трамп, бас и саксофон. В общем, неважно, какие инструменты. Важно, какая являлась одна или иная известная фигура. Такой творческий метод очень отвечал Гриффина тогда от ЧПС. Потому что Гриффин сочинял музыку, придумал музыку не для инструментов, а для конкретных людей. Учитывая степень владения музыкальными инструментами. Существенная часть музыкантов у механики – это представители Ленинградского рок-клуба. Среди них профессиональных музыкантов должно быть один, два, три. И, по большей части, это представители Ленинградской богемы. Такие уклонисты об официальной творческой жизни. Дворники, кочегангазовые кочегары. Такие люди с неопределённым местным жительством. Ну, естественно, музыкальные, как правило, не грамотные инструменты у них были не самые лучшие. В общем, такой был подход, скорее, но они были, с другой стороны, монстры. Они выходили с собой. Можно было не играть. Некоторые из них выходили, принимали героическую позу, надменное выражение лица. И публика была у вас скоро. Дёргать или не дёргать за стороны подключателя, швёркать или парагетарий. Или так оставить. В общем, может быть, и так оставить уже лучше. Вот такой вот, скажем, такой фангоптик он представлял этот аркест. Он называл его, когда, как «Praising Music Office» «Сумасшедшие руки». Название это «Упеха», «Уталиночек» «Осуществовало» до, если я не ошибаюсь, до 1984 года. В 1984 году предъявитель Сергей Куримович Куримович, «Упеха» и его соседов придумал такое название «Популярная механика». В то время, в Советовом Куримович была довольно популярная серия книжек по науке «Популярная физика», «Популярная химия», «Популярная биография», «Популярная механика». И им очень понравилась эта идея. Проект, который впоследствии получил известный. На самом деле, такая радикальная популярная механика «Praising Music Office» ничем не отличалась. Это в значительной степени. Формальным поводом является то, что ритм секций, «Praising Music Office» начало 80-х и 80-х была, как правило, группа «Аквариум». А начиная с «Упеханики» диалога, «Упризыва» — это главные соперники «Аквариума». Это самая вторая по популярности, может, первая по популярности и не совершенно забытая группа «Странные игры». Музыканты из «Странных игр» составили зашим отражением датных инструментов. «Братья Сологубы» и «Таро» и «Пасмитаро» составили первую секцию первой группе «Аквариум». Позднее, во второй половине 80-х годов, добавилась группа «Аквариум». Музыканты группы «Аквариум» в лета с 87-го года становились группы «Аквариум». Такое происходило соединение самых разных музыкантов на сцене и иногда вынужденных играть какую-то унисонную партию, что очень Крыльин любил. Пять или шесть гитаристов, играющих в унисон. Даже впервые где-то в 87-м году и в 87-м я увидел, например, среди гитаристов Лёня Фёдорова. Тогда еще, насколько я знаю, не певшего ничего, а только игравшего в группе «Аквариум» на гитаре. Но были и фигуры, которые ничего не пели, не играли, только, например, танцевали. Олег Гаркушин, которые видели, занимавшиеся визуальной частью группы «Механики». Были в «Crazy Music Orchestra». Лицами которых были ответственны за визуальную часть, за этот элемент перформанса, который происходил на сцене, были два главных коллеги современного искусства. Ли-Играда – это прежде всего Тимур Новикова и его друг, уже упомянутый мой сегодня, Сергей Гугорьев Африка. Они на протяжении всего существования группы «Механики», до самых последних группы «Механиков» Кубинского периода, они осуществляли вот такое создание яркого визуального ряда в разной степени верночестного эпизода. Вот здесь, если честно, вы видите фотографии с моего сайта, посвященного Курюхину, сайт курюхин.литр.ру. Вот это Леонид Лейкин, группа Лицидеев, часть из нее принимали участие. Вообще поп-механика превращалась к 1989 году, превратилась в огромный оркестр, который включал в себя уже не просто музыкантов, отдельных гитаристов, бас-гитаристов, церемонистов и кто-то, целые небольшие коллективы. Допустим, ансамбль хришнаитов, ансамбль песни и пляски КГБ Ленинградского округа, второй симфонический оркестр, ансамбль народных инструментов под руководством Фитько, Целые группы. Группа из духового оркестры Балтийского флота. Целые большие-большие коллективы. Оркестры сверхсрочников. Клоуны, Лицидеи, существенная часть этого коллектива. Какие-то лучницы, пионеры-горнисты. Кроме того, это людьми не ограничивалось. То есть, был же еще в распоряжении зоопарк. Приезжали из зоопарка, привозили ослов, козлов, лошадей, твуриц. В общем, самых разных животных, которые все активное участие принимали в поп-механике. В определенный момент они выскакивали на сцену, бегали и потом загоняли обратно. В поп-механике принимали участие как-то существенная часть не только художественной богемы или играции того времени, но и представителей как бы вполне официального искусства. Разные известные певцы, балерины, актеры. В общем, всякие известные люди. Тем самым поп-механика стала неким таким большим мультимедийным проектом. Если не ошибусь, то Николай Дмитриев как-то писал, что в поп-механике номер какой-то. Номера достаточно производные были. Первая поп-механика называлась поп-механика номер 2. Последняя номер 418. А между ними номера, в общем, самые разные – 16, 17. В поп-механике участвовало 464 человека и один козел. Ну, это, наверное, прекрасного словца. Я даже не помню, что была механика с одним козлом. Не был козел, там была еще и лошадь. Такие животные были в поп-механике с курицами. Очень много разнообразных проектов, как живых, так и неживых. Всякие надувные животные, которые Тимура Африка продували, зверей. Очень много всего. Если мы говорим о Гурюхине, то начало его творческой деятельности в Ленинграде в 70-е годы связаны в основном с не очень широко сейчас известными ленинградскими рок-группами. Санкт-Петербург, Большой Железный Колокол. Я, честно говоря, сам никогда эти группы не слышал. Где-то в районе 70-х, в конце 70-х годов Сергей Гурюхин знакомится с Борисом Гребенщиковым. Принимают участие в концертах и в записи в Аквариум. И впоследствии не других ленинградских групп, но творчество, определенное сотворчество и совместное музыкальное деятельность группы Аквариума продолжалось больше, чем с любой ленинградской петербургской группой. Аквариум стал своего рода такой творческой лабораторией. С чем это связано? Я думаю, что связано с одной стороны, с высокой популярностью Аквариума в то время. С другой стороны, с необыкновенным продюсером Гребенщиковым. В рамках этой творческой лаборатории у Гребенщиков предоставлена высокая степень свободы, которой он пользовался. И в какой-то степени это была попытка реализовать свои художественные идеи, которые впоследствии у людей появление группы Аквариума. Сам по себе Курюхин, например, в разговорах со мной, отзывался о Грубе Аквариум довольно-таки высокомерно. И о Грубе Аквариуме, и о Борисе Гребенщикове, и о разных музыкантах. Прежде всего о профессионализме. Я вспоминаю концерт, на котором мы ходили вместе, и Курюхин вынудил меня с этого концерта уйти прямо с середины, потому что флейтист и гитарист играли не стройно в четверть тона, и он не мог носить этой катафонии. Но вот был такой период разочарования. Вообще Курюхину свойственно было такое, как бы, двойное поведение. Для людей, как бы, не близких, для широкой публики, он был таким, как бы, моцерком, солнечным юношей. Всегда шутил, был мудрый, энергичный, активен. А когда, допустим, оставался наедине со мной, а мы с ним, как правило, был грустен, печален, как-то фуксился, как-то, в общем, брежал. Все ему было неправильно. Книжки, которые я покупал, я говорил, читать ты все равно это никогда не будешь. Да ну, это все не интересно. Ему все было неинтересно. Но, с другой стороны, когда появлялся какой-то внезапно зритель, он преображался. Начинал всячески шутить, издеваться. Какой, вот, двойное, как бы, двойной человек, как бы, не увидел. Ну, это такой природный артистизм, который требовал зрителя. Хотя зрителям не было для него. Как бы, это неинтересно было. Когда появлялся кто-то посторонний, можно было совершить что-то такое. Люди, для которых... Люди, для которых, как бы... Такого, скажем, шизофренического темперамента, для которых зритель был неважен, которые сами по себе постоянно фантомировали, и вот были таким источником бесконечного, как Курёхин говорил, идиотизма, бесконечного потока поступков, вызывали у Курёхина зависть и любовь, скажем. Ну, вот я могу привести в качестве примера для непокойного Владимира Балучевского, такого... Такого... Любимчика Курёхина. И с той поры, когда я впервые с Курёхиной встретился. Владимир Балучевский был саксофонистом. После его увольнения из поп-механики торговал апельсинами на ситном рынке, поскольку неизвестно. Потом, по-моему, увлекся написанием научно-фантастических романов, что-то, наверное, было неплохо, если я не ошибаюсь. Был уволен, по-моему, со сцены, то ли за то, что выпил душевой, то ли за какое-то, в общем, поведение. Но отличался вот некоторыми такими характеристиками личности, я говорю о Балучевском, которые вызывали, если не зависть, но такой шкучий тематургию. Ну, послушаем кусочек, возможно, сейчас из одного трека «Архипелаг», и даже, может, послушаем его с середины. Дело в том, что Балютин сразу создал впечатление этой записью. Он обладал невероятной скоростью игры. Он играл чрезвычайно быстро, очень активно, и у него была достаточно нетрадиционная постановка руки. не дезинкрубленная, как обычно учителя, пианисты, а на таких прямых пальцах, с включенных, если. Да, игрона действительно необычная министра. Кроме того, ввиду того, что, как вы знаете, музыку с музыкальным издательством и звукозаписью занимались люди в Минграде основной любительством. Главными звукорежиссерами были Алексей Вишня, работавший в «Доме пионеров» и Андрей Тропила. Я могу путать, кто-то из них работал в «Доме пионеров», кто-то в каком-то еще аналогичном. Ну, как они записывали, как могли, на какой аппаратуре, какая у них была. Лео Фейгин из BBC присылал запись, ленту для записи. Лента, видимо, ввиду как бы отсутствия специального музыкального образования или какого-то технического, Лео Фейгин окончил институт имени Лескофта, институт физкультуры. Это главный издатель музыки. Он, значит, отправлял ленту, которая предназначена на BBC, исключительно для разговоров, для интервью. То есть эта лента была даже худшего качества, чем лента тип 6, которая выпускалась в Советском Союзе в заводе «Шостка» или «Свема». Это было совсем типа два, скажем так, ужасно. Но дело в том, что все, что попадало в город Ленинград в то время из границы, имело некий ореол высокого качества. Но она по определению, раз она из Британии, лучше правильно, чем какая-то 6 или 10. На самом деле она была лучше. Поэтому запись Курюфина была сделана еще непонятным подмагничиванием. В то время, ввиду того, что магниты альбомы распространились на лентах, звукорежиссеры очень любили крутить отверткой и менять положение головки по отношению к магнитной ленте. Это была распространенная такая беда. В результате записывали с одним подмагничиванием, а проигрывали уже на магнитофоне совсем другим. И звучало это все очень странно. Я подозреваю, что эта лента, кроме того, как у нас говорят, тянется. То есть она была или уже предварительно растянута, или растянулась в ходе. В общем, возможно, какие-то были неполадки у магнитофона с лентопротяжным механизмом. В общем, запись оказалась ускоренной. Курюфин мне, правда, говорил, что всего три трека ускорены. Они все. Послушаем наиболее фрагментное, наиболее одиозное из этих архипелагров. Начинается достаточно тихо. Подождем. Академ. Но ввиду того, что мы ограниченную временем, мы прыгнем на середину этой пьесы и прослушиваем ее от середины до конца, что мы видим, что мы видим, что мы видим. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но дальше на протяжении эволюции Курюхина в пианистическом стиле в 80-х годах привела его сначала к полистилистике, но отчасти напоминающей полистилистику Вячеслава Ганелина. Но дальше ищу более далекую странную полистилистику, которая граничит уже с концептуализмом. Таким необычным альбомом стал альбом «Полинезия», записанный Курюхином в 88-м году и вышедшим в 88-м. Что это за «Полинезия»? Он был на крышку рояля механических лягушек и играл, сопровождая движение этих лягушек, в ритме этих лягушек. По его словам, одна из лягушек была дефективная и прыгала на три четверти. Он переходил больше на такой размер. А вот о второй половине этой пластинки, о втором треке «Полинезия. Ведение в культуру» я могу рассказать уже больше, потому что в записи его я принимал участие. Курюхин написал мне о том, что приглашает меня в Ленинград, может поселить меня в капелле «Глинки». И он сообщил, что перед этим он там несколько лет назад приглашал также Канелина. В капелле «Глинки» была комната на третьем этаже, на которой всталась из себя такая злоказная гостиница, где можно было свободное от записи время и поспать, и чаю и так далее. То есть я как бы жил не в гостинице, а прямо в самой капелле. И выходил из этой комнаты прямо на сцену. И там была осуществлена запись концертная, запись 20 минут, из которой время включил пластинку «Полинезия». Что стало с записью часового концерта, неизвестно. Возможно, нужна очень на Ленинградской студии мелодия магнитная лента и все размагнитит. Говорят, только на «Сенегаре». Очень магнитно. Горят. По примеру, размагничиваются записи. Начиная с 1986 года уже, Курюхин стал ставить передо мной определенную задачу. То есть я не вел себя спонтанно, как полагалось с акционистом или джазом, вести себя спонтанно и непредсказуемо. Я играл в определенном стиле. Интересно, что Курюхин для создания такой как бы партитуры, что я должен делать, Курюхин очень внимательно изучал, что я могу. То есть он как бы создавал это не исходя из каких-то собственных музыкальных фантазий, а использовал вот как бы для этого такой калаш из определенных элементов, которые присущи были именно мне во время игры. Вот получился такой странный альбом «Полинезия». В чем его как бы странность? Дело в том, что сам Курюхин на Полинезии по большей части играет вполне традиционно. Дело в том, что в 70-х годах Курюхин подрабатывал игра в сопровождении производственной гимнастике. Уж не помню на каком предприятии. И вообще это излюбленное его вот такое импровизирование на какие-то банальные музыкальные темы, напоминающие отчасти игру Табера и любимого кино. Переходящие друг к другу, где мелодия и темы трансформируются, постепенно меняют темп, размер, ритм. От художественной гимнастики могут переходить к жестокому романсу, к рок-н-роллу и так далее. Все это происходит достаточно быстро и непрерывно, не имея никаких углов или резких граней. Вот и у Курюхина, и в Полинезии существовала такая достаточно культурная и, может быть, не очень яркая в плане современных морозительных средств игра. А моя задача была очень трудной. Моя задача была приблизительно, знаете, изображать, вот как представьте, конькобеж, фигуристу, изображать человека, который первый раз одел коньки. Или клоун, да, когда что-нибудь неправильно жаркалирует, да, не умеет. Моя была задача максимально демонстрировать максимальную дикость и бескультурия на сцене. То есть надо было не просто играть, но все время играть как бы поперек. Вот представьте, то есть как бы Курюхин в этом, это некоторый мастер, он представитель некой старой умирающей культуры. Представьте, городской романс, вертинский, умирающая культура 19-го, 20-го века. И тут из степей Казахстана приходит человек, который никогда не видел ни саксофона, ни концерта, ничего. Ему достается в руки музыкальный инструмент, он не знает, что с ним делать. И вот он должен, желательно не очень в попад, но взблеить, хрюкать, свистеть, рычать. Иногда как бы стараясь приноровить свое вот это максимально не артикулированное дикарское звучание происходящее. То есть это как бы такой сеанс одновременной игры мастера умирающей культуры и вот нового хама. Знаете, уже после смерти Курюхина мне пришла на память, на память пришли строки, которые очень могут характеризовать художник, варвар, дискуссионный картину мастера чернины. Вот такая нелегкая задача была. На самом деле это довольно-таки трудно это делать. И вот как бы все время играть дуэт, но играть его как бы вот так неконвенционально. И не пытаясь подстроиться, и главное вот все время сохраняя определенную дистанцию. Вот как вот преджазовый музыкант играет с блюзменом. Он не должен с ним совпадать ни в тональности, ни в интонации. Вообще ни в чем. И в то же время они как бы вместе на сцене. Такой был и часовой концерт, с сожалению, из которого 20 минут только вошел по стеклу. Я помню, что у концерта у нас или с собой была определенная либретта. Посвящен концерт был бородом ранее. Только никогда не писал, но остался только в моей памяти. Это был альбом 87-го года, вышедший в 88-м, а также поступил в 89-м. Забавно, что японская звукозаписывающая компания Арсия Виктор купила у фермы «Мелодия» лицензию и выпустила именно этот альбом на каком-то виде компакт диска. Крюфин даже мне показывал. К сожалению, в то время, в 89-м году у советских людей не было возможности этот компакт диск прослушать. И Крюфин, он восторженно показывал мне, какой радужный отлив у обратной стороны этого диска. Мы восхищались. Как бы непонятно, бороздок не было, на чем его проигрывать. Как выглядит компакт диск-плеер, мы не представляли себе. Что это такое? Диск сам все и был вот такой странный. Вот такой интересный существовал проект. На самом деле, с 86-го года мы довольно много играли в этом месте вдвоем. Это была как бы самая маленькая михатика. Малая механика, которая состояла, как правило, из ритм-секции группы кино. Который иногда добавлялся для чтения стихов и танцев Олега Гаркуша. Или принимал участие Сергей Букайев в этих проектах. Даже ездили на дни Ленинграда в Латвийской ССР. в Латвийской ССР. И это, кстати, достигло потом фактически и в него достигло с одним субъемлем. Там Сергей Букайев только что отремонтированный реминдон культуры Иричского института гражданской авиации. Тяжелый, бархатный сталинский сталинский занавес попалил из нетушителя, содержавшего серную кислоту неуверенном количестве. И эти тяжелые шторы на шкуло обмесли и в долгую после концерта с субцами только что отремонтировали. Там принимал участие это, кстати, одно из первых таких опытов электроакустического совместного музицирования западно-берлинский диджей Вестбамп. Он сросл его голосами. Первое такое одновременное явление фри-джаза на сцене и диджея. Я думаю, что это может быть одно из первых и заключая не знал о такой практике. Забавно, что на пластинке, которая вышла по какой-то причине, я там есть на фотографиях как я играю, но я не включен в состав участников. Интересно, что Анастасия Анастасия Грифина перезнала здесь также мнение. Состав был не очень большой. Мы вернулись из из Латвии и практически почти сразу же состоялась после этого запись у Тамары Максимовой музыкального ринга. Это был очень интересный музыкальный ринг. Проводилось два музыкальных ринга. Один за другим сразу. Поэтому среди публики кто-нибудь видел запись, видны люди в народных одеждах. Два ринга снимались подряд. поп-механика и ансамбль Мокровского русский народный. Поэтому иногда появляются какие-то русские народные. Там тоже много всяких ляпов. Но как обычно на нашем макозорном телевидении забывали включить в ней микрофон. Я играю соло. Какая странная музыка. Это не странно, это у с мозгами музыкорежиссеров. Странно. Потому что это было соло, а мы играли аккомпанемент. А вот вы аккомпанемент прослушали. В зале присутствовали многочисленные бойцы невидимого фронта, которые под видом комсомольских работников задавали каверсные вопросы. Амара Максимова увидела, когда меня босиком и с длинными волосами сказал, что нет, я еще не такой лысый, как сейчас, сказал, нет, длинные волосы на советском экране. Это невозможно. Сделайте что-нибудь. Угурекин завязал мне длинную голубую ленту до пола. Волосы завязал на один бок и свисал на большом ленте. Интересно, что это одна из первых таких вот ярких механик в Лейнграде, где группа кино была вместо страны которые переживали к тому моменту кризис после 1986 года. Вот такие бывали проекты. В 1989 году Сергей Клюхин выступает в лет концерт и принимает туда от своего коллектива практически всю группу кино. Этим спасает многих питерских музыкантов от преследования милиции за Якова Туниянского. У них появились корочки от 10 лет концерта. В 1989 году механика проводит три концерта в большом концертном зале 3700 свежем мест и три концерта подряд сразу же в спортивных концертном комплексе 10 тысяч 9 тысяч и 8 тысяч в течение недели чуть-чуть больше времени. Я прекрасно запомнил эти выступления. У меня есть фотографии по механике. Мы сейчас кроме тех, которые вы видели, мы посмотрим некоторые другие. Я сделал такой небольшой мемориальный сайт brehyn.leto.ru Мы сейчас посмотрим картинки оттуда. Значит, на этой фотографии видите Аркадия Кириченко. Это музыкант моего ансамбля триома, в таком обыкновенном костюме. Если не ошибаюсь, Сергей Чернов, это модельер популярной механики. За ним видите дядю Мишу известного курорка ДДТ Михаил Черновой. Это Данил Райскин, брат Бориса Райскина, авиаланчелиста по механике, создавшего первый, организовавший первый фестиваль Скиф Сергей Курехин International Interdisciplinary Festival в Нью-Йорке. Здесь Курехин как раз в таком грустном расположении. А с ним беседуют Александр Кан, я и Аркадий Шинкопер. Такой знаменитый советский певец Калаби Бильды. Он здесь пел «Увезу тебя в ту дру», аккомпанировали ему группа кино. Значит, публика хавала волосы от счастья. Здесь Николай Александрович Калаби Бильды. Курехин поет на тибетском языке. Лицидеи в качестве белорусских партизан и гарнисты пионеры. Они дуют здесь в город. После этого из-под сцены дубой дыма появляется четырехметровая Венера Милоска из розового пенопласта. Пионеры отают ей садут. Вот здесь вы видите Аркадий Шинкоппер вот это на голове у него нечто гофрированное такое и лампа. Лампа должна была в момент соло загораться. Вот я указываю сейчас это немецкий сексуалист Манфред Херинг один из лидеров фриджаза . Иван Иван Шум играет на всяких старинных инструментов. Манфред Херинг Юрий Каспарян Шум Коппер в белом костюме пропитанным клеем изусловшим после этого обсыпанного белого. фестиваля осенние ритмы 87-го года. Вот это была подмеханика сеанс психоанализа. Присутствовали психиатры, григородские психиатры, которые с некоторыми участниками проводили публичный сеанс психоанализа. Я помню, что одним из пациентов был я. вот Сергей Кугаев здесь на этом по реке. Сергей Курюхин дирижирует ежи. Курюхин на футболе шум плотно споря. Вот Булучевский, о котором я говорил. Это моя попытка репетировать, показывать темы. Играл он на синтезаторе Profit 2000. Это очень интересный анародовый синтезатор, который подарил одинаковый джану Стенбрею. Это Антон Адасинский, известный сейчас по группе Дерева. Одна из механик была совмещена с конкурсом красоты. Здесь стоят модели, музыканты производят усиливительный анализ достоинства разных моделей. 24 красавица Булучевский, Шелкопер и Манфред Хэррин. Булучевский, Юрий Касьян Булучевский, это спортивно-концертном комплексе. Я и беременная упродительница удавов. Значит, она на шестом месяце или на седьмом беременности поднимала 80-килодрамового удава. Значит, удав был весь под наркотиками и пасть у него была залеплена кластерем, чтобы он не покусал. При этом Тимур и Африка вот с маленькими удавчиками. что-нибудь такое поделывает. Еще ансамбль Фитько русских народных инструментов. Падение Игорь Тихомиров на бас-геталях тогда бас-гитарях группы Кино. Вот здесь Виктор Цой репетирует Гриша Соловут ныне покойный. Я почему-то стою в карманах. Такие фотографии. Значит, в 89-м году был наиболее такой активный период выступлений поп-механики в Ленинграде. Если не ошибаюсь, в 88-м поп-механика даже совершила путешествие в Эстонию малым составом. Поступала на фестивале студенческий студенческий джаз произвела очень странное впечатление на публику. Сергей Бугаев и Курюхин поедали трансисканцы. Там решили украсить сцену флористикой флористикой они поползли и сгрызли. Курюхин сильно болел животом. Ядовитое растение. Ради искусства можно много пойти. И где-то в 90-м году начинает выезд подмеханики за рубеж. Вообще даже еще раньше первые если я не ошибаюсь первые поездки были Дав под Ливерпуль в котором меня не брали а в 90-м году уже с 90-го года я участвовал в нескольких поп-механиках в Италии в Дании в Германии для тех кто знает например поп-механика в Италии нижуразное соло у меня длинное вначале на самом деле в рамках этих альбомов Крюхин начинает воспринимать музыку шире чем просто некий звучащий феномен музыка выдается задание не всегда чисто музыкальное например Крюхин в итальянском концерте потребовалось чтобы я вначале выходил в белой марокканской в желобе остановился переди сцены и играл как можно дольше не обращая ни на что внимания я говорю когда же мне закончить играть экспрессивное преджазовое соло а вот будет знак он делает то что микрофоны расположили таким образом вероятно что я не мог видеть Грюхина я стоял к нему спиной достаточно далеко ну а так как задание на повышенных тонах мне было выдано то я как бы стоял и играл достаточно долго минут 15 и видимо Крюхин не знал как это прекратить в итоге он ушел со сцены подговорил музыкатов оркестра которые вышли схватили меня за руки и за ноги и унесли со сцены но я продолжал играть то есть меня несли вместе с баритоном но я как бы что-то уворачивался и играл но такие бывали кубмеханики какие-то совершенно несуразные продолжилось совместное выступление до 93-го года я думаю даже раньше до 93-го года обязательно воробьиной оратории может быть кусочек какой-то фрагмент если ее посмотрим вот в 94-м году вообще вот в это время в 90-е поп-механика постепенно сходит на них за рубежом она не была принята так восторженно как она принималась в Советском Союзе с чем это связано прежде всего тем что в определенной степени поп-механика была игрой таких советских культурных ботов она была ориентирована прежде всего на советского человека так же как например оникноты оленей которые совершенно не смешны для иностранцев ну и что то что Ленин ходит в туалет или пиво пиво что это для иностранного человека смешно и удивительно а для советского человека который ленит божество и он с небес управляет всем международным коммунистическим движением представить что он ходит по маленькому или по большому в туалет или пиво или водку был совершенно невообразимый это был такой вот культурный шок который вызывал вот это как бы нарушение определенного того она вызывала у человека смех так и пухмеханика она в значительной степени напоминала какой-либо пафосный концерт перед милицией где есть и танец яблочко матроски и песня партия наша рулевой и выступления какой-нибудь легкой классики например олявьев соловей во все эти вещи иерархии у них нарушены то есть выходит оркестр играет 10 симфонию Шостаковича в это время появляются какие-то люди типа охранников в кетах которые начинают все кушить и ломать на сцене сдавая указания то есть это такая как бы игра с советскими культурными кодами но нарушившая их поэтому она была очень смешной ведь для советского человека он расставался за своим прошлым смеяться не так это было в конце 80-х а когда пухмеханика приезжала в Австрию и появлялся австрийский фольклорный ансамбль в то время выходили монстры рок-н-ролла и начинали хэви-метал играть австрийцам было непонятно в это время я был параллельно свой собственный тур с ансамблем трио по Австрии и когда я внизу указал что я среди своих заслуг играл в клуб-механике Сергея Курюхина администратор потребовал от меня это убрать вымарать это потому что это меня характеризует с плохой стороны для Австрии это как бы не реклама это антиреклама потому что в Австрии считают что Курюхин это плохо он издевается на музыканта или например на концерте в Мерсе стали бросать пивными банками потому что он выиграл сцену козла а как это с точки зрения зеленых издеваться на животных ставить животных в неловкое положение по сцене это так не гуманно так не по-европейски то есть очень многие вещи которые нам кажутся смешными западным не смешно неинтересно и вообще интеллектуализм Курюхина он был слишком глубоким на самом деле ведь западные аминократы и вообще скажем западные люди они не такие ухоти как принято считать у нас они достаточно простые люди и многие задачи которые ставят Курюхин перед своими слушателями и западных людей были непомерными искусство же это средство развлечений по большей части в западном неудачу постигла Курюхина во время его попытки участия в конкурсе имени Талониум Самонка подготовил программу но приехав и услышав выступающих решил экспортировать музыканта который выступал до него это насколько не понравилось жюри что его попросили больше не играть после исполнения единственной пессы интересно что это не такое предвзятое отношение к советским людям на этом же конкурсе Азиза Мустафа Заде получилась если не ошибаюсь третье время а Сергей Монукьян кажется даже второй то есть это просто тот концептуализм который привносил в своей музыке западному человеку непонятие я хотел бы еще раз процитировать фразу из Вашингтон Кост которая писала о выступлении Триоканелина какое странное эти русские имеют представление о джазе если под их музыку невозможно даже танцевать понимаете мы очень слишком думаем о том что вернее думаем о том что западный мир это какая-то цитадель интеллектуализма что это очень умные критики политические статьи как правило оплачены это я хорошо знаю о некоторых музыкальных изданиях издаешь пластинку стоимость оплаты диска входит три рецензии положительных изданий то определенный идеализм курюхина при его выезде за рубеж был разрушен где-то с 89 а потом кстати сказать об этой истории с фоксом делониум заморка можно прочитать вот этой замечательной книге Александра Кана Штикера Капитане очень хорошая книга но в это же время у Курюхина происходит определенный скажем кризис музыкальные разочарования в Западном мире и он начинает все больше и больше и больше и больше и концептуальнее Сергей Курюхин в это время знакомится с Дмитрием Александровичем Крыговым и у них появляются некоторые совместные проекты вернее знакомятся они еще раньше я их познакомил в 84-м году у нас состоялось выступление Бриго Хрубинштейн играли как глава футбол на моих курсах главных футбол уговлений в это время в это время в конце 80-х Курюхин решается еще с очень интересным концептуальным музыкантом в нашей стране Сергеем Шариковым и в это время группы ДТП но на самом деле каких-то эпохальных существенных проектов они не создают в этом все больше и больше ввиду невозможности работать с механикой все больше и больше занимается кино на самом деле в 89-м году поп-механика была одним из двух коллективов приносящим доход для концептов даже немножко смешно второй коллектив сейчас наверное мало кто знает это была хэви-металлическая группа август а все остальные коллективы были убыточны только два выигрышных коллектива постепенно люди все больше и больше занимаются кино он пробует себя в киноиздательстве он пробовал издать антологию эротической литературы но это успеха не имело потому что эти же переводы были изданы в Москве в это же время в меньшую цену книги написано в замечательной книге Александр Кошниратов это я думаю что каждый кто интересует его людям должен эту книгу приобрести это самая детальная биография музыканта новой музыки жившего в Советском Союзе описанная детально подробно здесь тысячи фотографий уникальны и описаны буквально каждый шаг выявлено от рождения его предки его дедушки его бабушки его увлечения кактусами диагноз болезни книги не хватает только одного и почти очень мало о музыке к сожалению автор музыки не очень большой специалист поэтому когда он пишет у него музыканты или наяривают или отвязываются или наяривают им трудно описать что они еще делают зато кто наяривает и отвязывается у всех есть свои достоинства и недостатки человек взял несколько сот интервью у друзей Горюхина и у родственников согласовал их между собой исправил все лакуны поэтому это замечательное прекрасное ну вот и теперь последний период который Александр Аканов в его книге описан в мире дело в том что Горюхин не принял перемены произошедшие в нашей стране в 2001 году активно не принял активно не принял переименования Ленинграда в Петербург мы встречались в это время с ним в Питер разговаривали но ввиду того что я как-то не поддержал политические идеи Горюхина в это время он быстро потерял интерес наш разговор скомкан и по сути это последняя наша серьезная беседа в это время Горюхин увлекается национал-большевистой партией творчеством Алистера Коули и совместно Дукин и Горюхин выпускают крайне интересный манифест новых банков я позволю сейчас некоторые фрагменты из него зачитать по сути это очень-очень интересное я думаю заслуживающее отдельного исследования достаточно небольшой текст очень маленький манифест но крайне-крайне интересный это по сути такой манифест проект нового искусства искусства после модернизма и постмодернизма который снимает эти движения европейской художественной жизни позволит все-таки несколько строчек отсюда я не могу все читать но несколько строчек я налицо кризис искусства отсутствие витальности доминации чистого механицизма постмодернизм сам синдром дегенерации выродился интерес к искусству сегодня либо кич либо спровоцированная жизнь занятие для узкого и замкнутого круга вампирической интеллигенции полностью утратившие ориентиры но не утратившие вместе с тем потребности в пропитании социальном статусе и тщеславии второе налицо кризис политики отсутствие мысли и свежей идеологии дегенерация политики после периода некоторого всплеска начиная с перестройки политика совершенно утратила и логику и жизнь она либо патологическая конъюнктура центра либо патологическая карикатура на периферии но всегда одинаково неинтересно это неинтересно очевидно предназначить Сергею Гурееву правильно так критический минимум дегенерации искусства и политики сейчас достигнут одновременно так бывает не всегда но сейчас именно так низшие точки двусинусуются в пали в такие моменты цикла упадка развитие должно получить новый импульс лежащий как правило вне сферы самого процесса иногда политика подстегивает искусство иногда наоборот сейчас в обоих областях упадок надо искать импульс во вне этой новой области является магия магия изучает не события вещи предметы но их причины магия предшествует искусству и политике и политике искусство и политика стали самостоятельными отделившись от своего магического истока этот исток никуда не исчез но отошел на периферию воздействовал косвенно тайные общества ложи ордена управляли историей вдохновляли художников отныне косвенного воздействия недостаточно политика и искусство забыли о необходимости постоянного обращения к магии ситуацию может спасти только прямая тотальная замена искусства и политики магии нынешние политики художник сами по себе изжитых их не спасет ничто они не способны напитаться магией и оживиться их следует вычеркнуть отбросить они совершенно неинтересны на их смену должен прийти новый тип это новый маг занимающийся политикой или искусством но не политикой и не художник занимающийся магией все виды искусства и все политические идеологии имеют свои оккультные аналоги в оперативной магии этот факт надо признать и принять как неизбежность вместо отдельной искусства отдельной политики и отдельной магии следует ввести новую синтетическую дисциплину магия учреждающую свою политику и свое искусство напрямую новая герминетика отбрасывается исторический контекст и эстетическая особенность все сводится к культной парадигме Георгий Бритон Ленин и Черчилль сводятся к магической парадигме носителями которые они являлись остальное отбрасывается вместе с новым искусством и новой политикой приходит новое искусствоведение и новая политология ну очень интересный текст заканчивается он так бездна призывает гулино допадать это из псалмов Давида я бы хотел обратить внимание на то что на протяжении всей деятельности Курехина от начала до конца ему свойственно определенное пренебрежение искусству как развлечению для разных классов все что занимался оно сделано как бы недостаточно хорошо недостаточно недостаточно товарное искусство приобретая стиль превращается в товар объекты искусства Курехина не товар они не предметы предназначены для потребления так было и в начале 80-х так было в середине это понимание приходит Курехину после его неудачи в Америке с конкурса Телонио Шамонко и начинают утверждаться еще все более ясно и все более случайные музыканты становятся партнерами Курехина в самых разных проектах например в Дании он просто привлекает к себе случайных русских музыкантов которые живут в Дании например играют на улице со шляпой на плохих инструментах да инструменты не важны вообще очень многое из того что считается важным для профессиональных музыкантов становится для Курехина не важным я бы позволил себе переосмыслить это так Курехин на протяжении всего своего творчества был увлечен художественной неудачей художественным поражением это не просто какое-то безобразное как допустим у польского поэта Гороховяка а это какое-то чего-то плохо сделанное мне вспоминается Платонов помните у него в городе Градове герой говорит советский материал мягкий а вода и камень точен вот искусство Курехина сделано из советского материала мягкого который не то что вода точен приводит точен и время и что угодно в то же время это искусство предлежит своему времени и своему народу оно сделано именно так что его нельзя использовать опредметить купить продать мы обращаем внимание потому что большое количество сохранилось большое количество записей конечно преступно мало но достаточно большое но все они по качеству как они сделали потому как они сыграны как они произведены они все являются товарами они совершенно современные молодежи которые ориентированы на западные образцы они совершенно непонятны что это такое и вообще зачем оно и как это можно сравнивать с теми великими гениальными производителями товаров культурного потребления в которых выполнятся средства массовой информации журналы посвященные музыки и так далее то что делал Курюхин оно как бы все вываливается из всего это как бы вообще другое это другой мир другая ментальность порождение но другого искусства искусства не товар не товарного искусства искусства не развлечения для праздных людей оно как бы искусство Курюхина оно не неиндиферентно по отношению к тому что вы сказываете но очень конкретно так же как музыка Курюхина очень конкретно музыка не для травмонов скрипок или виолончели это для Бориса Райскина Сергея Летова Сергея Бугаева Юрия Каспаряна не конкретных людей это тоже было очень много и очень не похоже на все другое вообще о Курюхине конечно можно говорить бесконечно для меня эта тема никогда не подветает и проходит проходят годы и мне кажется что мне невероятно повезло я не просто жил в Советском Союзе а я жил во время когда жил Курюхин и мне посчастливилось находиться с ним в одной сцене разговаривать причем я хотел сказать что то что я сейчас высказываю словами сам Курюхин никогда не выражал непосредственно по крайней мере никогда не высказывал ведь эти идеи они воплощались в его творчестве при этом сам Курюхин был невероятно эрудированным человеком могу сказать что Алексей Парщиков наш выдающийся поэт когда познакомился с Курюхином был дотрясен он познакомился с выдающимся музыкантом с точки зрения Алексея Парщиков как с выдающимся нормализмом хористом когда выясняется что этот человек читал Густава Швейта или хорошо разбирается в британской философии языка и на каком-то этапе очень глубоко был погружен погружен в семиотику в период начала с 50-х годов то есть Курюхин очень много читал я знаю что Курюхин хорошо знали питерские мукинисты потому что он постоянно обходил с магазинами мукинистические очень у него была замечательная библиотека это был очень интересный одаренный яркий и не совсем понятый забудел для этого человека к сожалению известность у Курюхина ограничивается значительной степени мукинграда за пределами питера вообще многие больше знают его по видеовирусу ленингрим а собственно говоря проекты мультимедийные музыкальные менее известные в завершении наверное я и так уже повысили все лимиты времени я я попробую сейчас подключить видео и показать поп-механику номер 418 национальной большевистой партии был билет номер 418 418 это магическое число произнося которое человек переходит измерения посмотрим некоторые это довольно грустная поп-механика в ней участвовало не так много людей и она участвовала очень мало среди тех музыкантов которые работали с ним это самая последняя механика я попробую сейчас включить видео и кусочек из него посмотрим его и подключить дюйки и не дюйку это нет дюйки дюйку дюйку не дюйку Продолжение следует... 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 Я превысил размер лекции на час уже. Планировали закончить половину девятого, а сейчас уже половину десятого. Если есть вопросы, пожалуйста, будьте поход. Слушайте, а чувствовали Вы в 80-х, 90-х годах близость с художником в большом смысле славянское искусство Лайбах? Ну, я непосредственно такой близости не чувствовал, но однажды я ехал в Нью-Йорке и спросил. Вы знаете, что на линии Нью-Йоркского метро нельзя, как бы ездишь не в ту сторону, и чтобы вернуться назад, можно сесть на станции пересадки. И на каждой станции можно сесть и развернуться назад. И так как я вошел и не знал этого, я вошел и поэтому не туда, то я поинтересовался у девушки, которая сидела точно напротив меня. Значит, она ответила мне, да, вот такая такая станция, там вы увидите, у вас тут славянский акцент. Вы случайно не знаете Сергея Дугаева Африку? Я говорю, знаю. Оказалось, что это девушка славянка из группы «Ноя Словениша и Концет». Вот так мы встретились с ней буквально. Вот вообще с музыкантами, с артистами из «Ноя Словениша и Концета» я встречался. И в Москве. Вот, я встречался. Но о том, насколько близок к «Ноя Словениша» я не могу сказать здесь. Мы не очень много разговаривали с ним на первозрительные темы. Как-то это было не очень модно разговаривать или очень стильно. О корешке или подвига Булучевского – это у нас хорошо получалось. О чисто музыкальных каких-то вещах. Или, допустим, мы с Гурюфином обменивались книгами. Знаю, что книгу «Британская философия и языка» он меня вымел как ординат Дессессора. То есть какие-то вещи – это совершенно не в его стиле философствовать и говорить. Может быть, в конце жизни. А в 80-х это было как-то непринято, как-то некрасиво. Поэтому не могу сказать. Я думаю, что, вы знаете, опять же, поздний Курюфин. Мы не так много общались. То есть мы, скажем так, я был близок к нему до 91-го. В 92-м, 93-м я наездами участвовал в некоторых международных проектах. Иногда. Но не во всех. То есть в каких-то. И, очевидно, это его последняя фаза его развития, его жизни, связанная с Дукиным, с Алистером Кроули, с политической борьбой, с магией. Это то, о чем я могу посвенно только по каким-то документам. Это не является моим личным наблюдением. Я в это время практически не говорил. Даже последний наш разговор с Курюфином, который был при встрече, когда он представил мне Дукина, он был не об этом. Мы разговаривали о синтезаторах и компьютерах. О синтезаторах разных поколений. О FM-синтезе. Курюфин вообще очень интересался всякими новинками. И в это время мы заговорили о том, что нас привлекало в 90-х. Цифровой звук. Вы говорили об этом. Это последний наш разговор в жизни. Еще, пожалуйста. Вы знаете, как сказать, я сам не занимаюсь политической борьбой. Я стараюсь. В плане искусства я считаю, что это очень важный путь преодолеть модернизм и постмодернизм. Вообще вот это противоречие. Противоречие между... Дело в том, что как бы традиционное европейское представление об искусстве как искусство нечто отличное от жизни. А Курюфин предлагает прямое действие как искусство. Искусство как действие. Но если... В каком-то смысле я, конечно, с ним согласен. Потому что если... Посмотрите, я же фриджазовый саксофонист, а сейчас я с вами разговариваю, читаю как бы лекцию. Это совсем не мое дело. Мое дело же правильно на саксофоне играть. Значит, в какой-то смысле вот этот манифест Курюфина оказал на меня влияние. И я начал бы разговаривать с людьми. Заниматься в какой-то смысле не своей профессиональной деятельностью. Больше того я даже стал преподавать студентам. И читаю студентам служу журналистики и литературного творчества. Каждый год я читаю манифест магов. Всякие. Как правило, на лекции о Курюфине читаю. Ну или не обязательно Курюфин аштаг хаузе. Но в артисте вот этого масштаба это. То есть это в какой-то смысле результат этого манифеста. Скажите, а Курюфин не планировал играть в Советский Союз или России? У него была такая попытка, насколько мне известно. Но об этой попытке я знаю из книги. Сам он мне об этом не говорил. Я знаю, что Курюфин в 90-х годах уезжал в Берлин месяца на три. У него была такая попытка эмиграции. Но, очевидно, жизнь в Германии настолько скучна для русского человека, что он, как бы не особенно афишируя ни отъезд, ни приезд, вернул незаметным образом семьей, вернулся назад. Но какая-то попытка вписаться в Европейское болото, она предпринималась. Но это, не знаю, эмиграция это или нет. Такое движение было. Оно не очень широко освещено вообще. Вот такая попытка была. Но она предшествовала как раз могиле. Если я не ошибаюсь, это 93-й год. Ну, что это вот где-то в это время. Может быть, чуть раньше он говорил с Натаном Федоровским на эту тему. Ну, о том, чтобы ехать на Америку, так и хорошо. Но никогда вообще не будет. Здравствуйте. Скажите, два вопроса у меня коротких. Первый. То, что вы так принижаете западного слушателя, не может быть какой-то все-таки ошибкой? Может быть, не в всех местах позиционировали себя все ближе? Музыканты на Западе тоже в таком высоком уровне достаточно? Ну, музыканты, может быть, не. Музыканты, конечно, есть. У меня масса друзей, музыкантов. И я не то чтобы очень часто, но все-таки выступаю за рубежом. В последние годы я чаще всего все-таки в Японии, где Курёфина, кстати, очень высоко ценит. Я приезжаю в токийский джазовый центр. Когда поднимались туда, то, как правило, к этому времени уже стоит виниловый диск. Музыка вашего умершего друга. Там вообще особенный культ смерти в Японии. И приходят люди, кто был на концерте Курёхина с Джоном Зорном, Панетиной Пономарёвой, Чикасиным и Тарасовым, которые в 1989 году, если не ошибаюсь, ко мне на концерты приходили такие странные люди, рассказывали немного об этом. Дело в том, что я говорю о массовом слушателе. Массовый слушатель новой музыки на Западе значительно более массов, чем в нашей стране. То есть в Австрии, Швейцарии, Германии, но он другой. Он относится к искусству иначе. В этом есть большая разница. Массовый слушатель новой музыки, у нас это вообще понятия нет. У нас это единицы. Это какие-то такие отщепенцы. А там существует массовое движение в эту сторону. На фестиваль в Никельсдорф или в Ультсберг съезжаются сотни, иногда тысячи человек приезжают. Нас трудно себе представить, чтобы на концерт Влада Макарова пришло тысячи человек. Я не верю в это. На концерт Джона Зорна можно, потому что он модный. А на концерт Влада Макарова я не верю. Есть разница между той же культурой, как товаром, который процветает, и культурой, как прямым действием или магией. То, чем занимался человеком. Большая разница есть. И у нас, и там. У нас нет вот такого интеллигентного, продвинутого слушателя. Поэтому пункт механика, она была обращена вообще ко всем людям вообще. Десять тысяч человек может слушать фриншанс. Можно себе такое представить сейчас в нашей стране? Десять тысяч человек играет трио, и десять тысяч человек в тишине это слушать. Представить невозможно. А я это видел своими глазами. То есть это было. Это было особое время, особая энергия в обществе была. Людям был ценной того времени. И для этих людей не прав. Для этих людей была энергия, была способность к восприятию. Сейчас ее уже нет. Может быть она вернется, я не знаю. Для этого... И второй вопрос. Спасибо за вопрос. Про Скиф. Что сейчас представляет из себя Скиф? Как вы в этом участвуете или нет? Да. Значит, история Скифа. Первый Скиф был проведен Бурей Райскиным, который погиб ровно месяц спустя. В фестивале он остался должен 50 тысяч долларов по окончанию фестиваля. Но к моменту смерти он был должен всего 10 тысяч долларов. Дело в том, что велочелист, играющий в симфоническом оркестре в США, это достаточно небедный человек. За классику в Америке платят хорошие деньги. Даже за репетицию. Поэтому для него не было игравшего Арма Пярта в хореоркестре Нью-Джерси, для него не было игравшего оркестре Чайковского. Для него деньги не были такой проблемы. Проблема была другая. Объделенное как бы непризнание со стороны товарищей по целу. Особенно со стороны американцев. Я знаю, что Нед Ротенберг, музыкант, которого я очень уважаю, американский саксофонист, один из, может быть, взорный Ротенберг, наверное, наиболее уважаемые музыканты Лавер и Сцай. Я знаю, что Нед Ротенберг, я написал ему, как я собираюсь ехать в Америку, то, что, может быть, мы где-то с тобой поиграем в Нью-Йорке, я буду тогда-то и тогда-то. Не возражаешься, если мы сыграем в трио с Борисом Райскиным. Он мне ответил с Борисом Райскиным ни за что, это прилипало. Он пишет в своей биографии, что он со мной играл. Какой он имеет право писать, упоминать меня в таком контексте, что он с самим мной играл? Представляете? В таком мире трудно жить. Трудно жить в таком мире. Поэтому Бориса не стало. Его Дэвид Гросс, его товарищ, провел ровно через год второй фестиваль. «Скиф-2». Этот фестиваль тоже проходил в Нью-Йорке, но он был, я уже не помню, в «Нитинфекторе» он был или нет. Он был поменьше по размерам, по масштабу. Он еще сохранил название «Интердисциплинари», но реально уже Чайковского и Шопена там никто не исполнял. Вообще «Скиф-1» потрясением был в том, что американцы – «Нитинфекторе» – клуб авангардной музыки. И там вдруг в рамках фестиваля исполняется классика классическими музыкантами. Для американцев, для интеллекта американцев это непосредственно. Причем очень тяжело. Ну, непонятно. У нас есть клуб для фриджазовой музыки. Здесь должен звучать фриджаз. Какой еще может тот Шопен? Зачем? Эти русские все портят, все путают. Понимаете, почему? Это оказалось слишком большой для американских, для населения США, даже для продвинутой части, слишком интеллектуально сложной проблемной вещью. В общем, второй «Скиф» проходил в Нью-Йорке, проводил Дэвид Гросс. А третий «Скиф» уже решила провести Насте Курехиной. Проходил он в Ленинграде. С третьего «Скифа» и дальше они проходили в Ленинграде. Правда, Настя выбросила одну букву «Ай» – «Интердисциплинари». То, что американцам было непонятно, видимо, в России тоже не всем понятно. Поэтому он стал просто Сергей Курехин интернешнл фестиваль. Идея междисциплинарности, которую понимал Райскин, и которая, конечно, была идея Курехина. То есть фестиваль как поп-механика сама по себе. Вы знаете же, поп-механика первая проходила в разных местах. Например, в русско-турецких банях в Нью-Юр-Бруклине. Или, например, я присутствовал в церкви на Вашингтонской Ачерче, где первое отделение я исполнил Абва Пярта, хора-оркестр Нью-Джерси. Во втором отделении играли уже в джазе музыку. Юрий Парфенов, Анатолий Папиров. Американцев такое непонятно совершенно. Зачем это? Зачем это делать? Понимаете, искусство, приобретая стиль, превращается в товар. Выводя искусство из товарного мира, это глобальное покушение на американскую ментальность, на мир американцев. Таких фестивалей больше в Америке не нужно. СКИФ 3, 4, 5 проводились в Москве, в Ленинграде. И директорами фестиваля СКИФ были Алексей Плюснин. Потом, если не ошибаюсь, если я что-то путаю, все у нас Блякель, тоже велочилист. Как можно было говорить. Последние годы Настя стала разделять фестивали на по жанрам, допустим. Этномеханика. Это, значит, этническая составляющая плюс диджей. Или электронеханика. То есть это, в общем, стали... У нас какая-то междисциплинарность, она еще меньше. Становится в большей степени таким фестивалем модной музыки. Я разговаривал с девочкой-волонтером, которая возила музыкантов на фестиваль. Я спросил ее, слышала ли она когда-нибудь музыку Сергея Куревского. И вполне предсказуемый ответ. Она говорит, конечно, нет, но она видела Ленингри по телевизору. Я говорю, вы не хотели бы что-нибудь послушать? В общем-то, я понял, что не очень. То есть, на самом деле, этот фестиваль есть, но реально с Курехиным он, конечно, никак не связан. Там не участвуют практически люди, которые соратники Курехина. Больше того, допустим, тот же плюс нет. У него есть сейчас, он уже не участвует в Скифе, у него свой проект, оппозиция, большой фестиваль. Но он не понимает ни интердисциплинарности Курехина, ни то, что в клуб-механике были разные музыканты из разных стилей. И он считает, что это фриджазовый оркестр. И теперь, наверное, касательно Скифа. Это не совсем Скиф, но вопрос, который как бы в продолжении. Мне кажется, что проект, который очень ярко и интересно она развивает вот что Курехина, это оркестр Курехин Next, который создал наш московский замечательный композитор Алексей Айги. Алексей Айги сделал в транскрипции. Курехин не записывал свою музыку. Может быть, записывал, но до нас эти ноты не дошли. А он сделал в транскрипции Курехина аранжировки для оркестров разного состава. И разными такими оркестрами стал исполнять музыку Курехина, привлекая в качестве солистов музыкантов, которые с Курехином играли. Например, Г. Воронского, Волкова, иногда меня. В общем, в качестве солистов. Основу оркестра составляют разные музыканты академические, которые читают ноты. Иногда они вынуждены... Ну, дело в том, что, вы знаете, академическим музыкантам платят за репетиции. Они не энтузиасты, как рокеры или джазмэн, которые получают удовольствие от игры. Они деньги одними получают. Поэтому каждая репетиция у сегодняшнего оркеста должна быть оплачена. Но иногда нет денег, чтобы заплатить 30 музыкантам за репетицию. Поэтому вот последний, например, мы играли... Курехинекст проходил на джаз-усадьбе вообще без репетиции. Музыкантам раздали ноты и они сыграли. Иногда этот Курехинекст звучит очень хорошо. Например, в декабре прошлого года в Гокаль-центре удалось собрать музыкантов из Большого театра и Большого симфонического оркестра. Особенно сильно было виолончели и очень сильные духовые. То есть замечательные бобоисты. Первая флейта Большого, первый Гогой. Они вообще без микрофонов перекрывали электрогитары, вообще подзвученных музыкантов. Находясь в шестом-восьмом ряду. У меня слезы навернулись на глаза. Я подумал, эх, Курехин при жизни... Вот если бы такие музыканты могли когда-то пользоваться вот такими музыкантами, а не теми ребятами, которые свободны от газового почитарения время, у которых мама Анархия, папа стакан Бортвейна... Вот если бы другие музыканты были в его распоряжении, что бы могло быть и какие записи у него были? Я думаю, что это не скиф Курехин-некст, но это наиболее живой проект. Кстати, Настя Курехина этот проект активно поддерживает, в том числе и финансово. То есть все Курехин-нексты приходили при существенной ее поддержке. Я точно не знаю, все точно или нет, но знаю, что точно, что при ее поддержке были. И я надеюсь, что... Я разговаривал с IT, я надеюсь, что еще что-то будет. В частности, в апреле традиционно проходит вручение премии имени Курехина. И я хочу похвастаться, что в прошлом году меня наградили премия имени Курехина. Я, к сожалению, из-за занятости в театре, на таганке не смог ее получить. Но на вручение премии играет Курехин-некст, вот этот оркестр IT, который я всем очень рекомендую. Этот оркестр зачастую критикуют и сами питерские люди, потому что еще и нашего Курехина украли. Вот москвичи, вот мангельцы. Все им мало, еще и Курехина забрали. И по нотам его играют. Ну, понятно, что там многие-то, не знаю, из критиков не знакомы с этим. И вообще... Я надеюсь, что я на ваши вопросы ответил. Проходит небольшой фестиваль Курехина в культурном центре ТОН. У нас, как правило, в апреле. Но, не знаю, какой... Я не всегда в них участвую. В октябре был длинный рот? В этом октябре был фестиваль, который проводила вдова Кулина Дмитриева. Он был посвящен Курехину и Кулина Дмитриеву, потому что они сооснователи из нас исполнения. А стив все-таки, Сергей Курехин, по началу он был в Москве, но сейчас больше всего в Питере. Я не знаю, в апреле проходит. Вот это все. Большое, есть еще вопросы? Если вопросов нет, большое спасибо Сергею Курехину за ответственность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!